Одно из основных базовых упражнений, которое также легко делать дома или во дворе, практически у всех есть турник, его легко также установить. Упражнение на турнике помогает развить мускулатуру грудной клетки, плечи, руки, трицепсы, бицепсы. Это все очень красиво смотрится. Для их развития сейчас я покажу вам комплекс упражнений, которые вам в этом помогут. Также покажу несколько упражнений, которые являются более сложными и в то же время более эффективными. Сейчас покажу вам стандартное подтягивание, стандартный хваток. Следующее упражнение также очень простое выполнение, но при этом мы беремся обратным хватом. Это поможет развивать бицепс. Безусловно, подтягивание это упражнение на руки и плечи, но меняя хват, меняя ширину хвата, можно сделать нагрузку, скажем так, больше на дельтовидную мышцу. И сейчас я вам покажу, как нагрузить дельтовидную мышцу. Для этого мы беремся пошире обычного хвата и стараемся за голову заводить турник. В принципе, подтягиваем все, будет давать только одно. Плечи, грудь, трицепсы, бицепсы такое. По поводу положения ног во время подтягивания. Существует несколько вариаций, я вот сейчас их покажу. Допустим, спрашивают, как правильно делать. Вот так, либо вот так, либо там вот так, либо как-то вот так еще. На самом деле, я считаю, что кардинального значения это абсолютно не имеет. Так как у нас акцент в этом упражнении на руки. Поэтому помните то, чтобы достичь рельефа благодаря подтягиваниям, нужно помнить одно. Нужно делать это много, большое количество повторений и просто наберитесь мотивации, терпения и делайте это регулярно. Очень классное упражнение для снятия нагрузки с позвоночника на турнике. Это висеть по одной, по две минуты. Ну, допустим, по одной минуте, но при этом делая определенные движения. Упражнение подойдет не только для спортсменов, а и для тех, кто просто проводит так называемый сидячий образ жизни. Сейчас я вам покажу, как это делается правильно. Расслабляем ноги. Обязательно расслабляем поясницу и делаем такие движения, как будто мы плавно крутим педали на велосипеде. Очень плавненько делаем, расслабленно. Влево, вправо пошатались, но очень спокойно, не напрягаясь. Вперед, назад ногами поболтали, очень плавненько. И важный момент после этого, как вы повисели, слазить нужно не прыгая. То есть ни в коем случае не прыгайте, а спокойненько слазьте, чтобы не создать опять обратную амортизацию на позвоночник. Друзья, подтягивайтесь, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни и будете прекрасно выглядеть.